Дай почитать. Выпустит все социальные напряжения того времени на свет, будь то крепостное право или нормы общепринятых приличий. Главное действующее лицо – молодой помещик с узнаваемой пушкинской фамилией из метели Бурмин, участник Первой русской войны с Наполеоном и битве при Аустерлице. Он очень переменился и скрывает свою страшную тайну шесть лет, но все же вынужден выйти в общество. Все, кто помнит войну и мир Толстого, сразу почувствуют явную перекличку. Тем не менее, это триллер в исторических декорациях с элементами мистического реализма. Это позволяет читателям погрузиться в описание русского мира начала XIX века, в уютно узнаваемую стихию знакомых героев и речей. И тут читатель начинает узнавать и Пушкина, и Гоголя, и Толстого, и Тургенева. Бурмин страдает фантастическим, мистическим, оборотневым недугом. И вдруг массовое убийство. Убиты четыре рекрута в Борщевском лесу. Наполеон приближается к Москве. А тут бал, интриги, загадки, любовь, ненависть. Да, нрав старика Болконского знает весь Смоленск. А в гостиных живо обсуждают развод графа Бесухов. Приезд бывшей невесты Бурмина Марии Ивиной, а сейчас супруги генерала Облакова, приятеля Бурмина, заставляют его прекратить свое странное шестилетнее заточение в усадьбе. Читатель познакомится с жизнью высшего дворянского общества, смоленских помещиков, крепостных и даже с тайной лесной жизнью. «Нашествие» – это еще и роман о любви. Разный, расчетливый, бескорыстный, взаимный, неразделенный, очень эмоциональный и задевающий за живое роман «Нашествие» 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч!